Всем привет, с вами Артём. И сегодня ко мне в руки попал эксклюзив для китайского рынка, а именно смартфон Honor Magic 2, который официально у нас в России пока что нельзя купить, но у нас есть Алиэкспресс, у нас есть Gearbest, где его без проблем можно заказать. Если что, ссылки я оставлю внизу в описании. Ну а в этом видео я хотел бы поподробнее рассказать об этом смартфоне, что он из себя представляет, стоит ли его покупать, поподробнее поговорим о характеристиках, о начинке и всё, что вы любите. Перед просмотром обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, все нужные ссылки вы найдёте в описании. Инстаграм, контакт там тоже есть, так что подписывайтесь и добавляйте в друзья. Ну а сейчас погнали смотреть Honor Magic 2. Вау! На первый взгляд Honor Magic 2 выглядит как любой современный флагман. Он состоит из стеклянных панелей спереди и сзади и с металлической рамкой посередине. Качество сборки исключительно высокое, здесь используются скруглённые углы и края, что придает аппарату изящный внешний вид и позволяет удобнее держать в руке. Уникальным дизайн Magic 2 делает слайдер. Он напоминает Xiaomi Mi Mix 3 и даёт ощущение ностальгии. В своё время сотовые телефоны в формате слайдеров встречались часто. Такой формат позволил Honor создать почти безрамочный экран без выреза и спрятать передние камеры. Если сдвинуть экран вниз, открываются целых три камеры. Наличие движущихся частей на смартфоне вызывает беспокойство относительно того, что со временем механизм сломается. На первый взгляд он ощущается крепким, долговечным и прочно удерживает две части аппарата между собой в открытом и закрытом положении. Однако при таком форм-факторе смартфон не защищён от пыли и воды. И пыль, кстати говоря, довольно быстро скапливается в открытых участках, когда экран сдвинут вниз. За короткое время знакомства со смартфоном это никак не проявилось, но в долгосторичной перспективе нужно поддерживать чистоту всех участков корпуса. Как Huawei P20 Pro, Honor Magic 2 обладает переливающимися цветами корпуса. Подобный дизайн очень притягивает взгляд, но есть один минус. Это поверхность, которая очень собирает пятна и пыль. И на камере, которая выпирает с задней стороны, пыль также собирается очень хорошо. Magic 2 обладает панелью AMOLED размером 6,39 дюйма с разрешением 2340 на 1080. Рамки со всех четырёх сторон очень тонкие. Как уже говорилось, вырез отсутствует. Такой экран выглядит просто шикарно. Цвета на нём сочные, углы обзора отличные, изображение чёткое и чистое. Просмотр любого содержимого на этом экране оставляет незабываемое впечатление, будто графика или текст. Видимость на открытом воздухе тоже хорошая, яркость достаточно высокая для просмотра под лучами солнца. Скорость работы Honor Magic 2 высокая. Он работает на флагманском процессе Huawei Kirin 980. Есть версия объёма памяти на 6 и 8 гигабайт, соответственно. Это самый быстрый процессор на Android, который был в 2018 году. Его производительность вообще подбирается к чипу на iPhone. В результате, в бенчмарках и в реальных применениях, смартфон проявляет себя просто отлично. Он быстро запускает приложение, ведёт многозадачную работу. Прокручивается интерфейс очень плавно. Также хорошо идут игры, даже самые тяжёлые на максимальных настройках графики. Продолжительность работы тоже впечатляет. Хотя аккумулятор ёмкостью 3500 мАч не самый крупный, но для этого смартфона его достаточно. Если в течение дня читать электронную книгу, сообщения, пользоваться социальными сетями, смотреть наш любимый YouTube и играть в игры, на весь день аппарата должно хватить. Время со включённым экраном может составлять 5 часов, что для большинства будет достаточным. Поддерживается быстрая зарядка с помощью 40 Вт, которая от 0 до 50% заряжает всего за 15 минут. Если говорить по аппаратным компонентам, то на нижнем краю корпуса располагается разъём USB-C для подзарядки. Рядом с ним единственный динамик. Разъём для наушников на этом устройстве отсутствует. Также отсутствует разъём для microSD-карты. К счастью, объём встроенного хранилища достаточно большой, есть версии на 128 и 256 ГБ. Сканер отпечатков пальцев здесь внутри экрана, как на смартфонах OnePlus 6T или OPPO R17 Pro. Небольшая зона внизу экрана подсвечивается с изображением отпечатков пальцев, чтобы знать, куда класть палец для разблокировки устройства. Фотографические возможности являются ещё одной отличительной четой Honor Magic 2. Здесь есть 6 камер, по 3 с каждой стороны. Основная камера на 16 Мп, широкоугольная на 16 Мп и чёрно-белая на 24 Мп. Последняя предназначена для портретных снимков. Основная передняя камера 16 Мп, а по сторонам от неё 2 Мп каждая. Основной сенсор нужен для фотографирования, когда, как остальные, для трёхмерного лицевого распознавания, портретной съёмки и эффектов освещения. Трёхмерная лицевая разблокировка работает очень хорошо и быстро. Нужно раздвинуть смартфон, чтобы открыть камеры, после чего аппарат мгновенно разблокируется. Это намного более надёжный и быстрый метод разблокировки, чем сканер отпечатков на экране. Все камеры пользуются возможностями блока нейронных вычислений в процессоре Kirin 980. В этом числе он обеспечивает распознавание сцен на основе искусственного интеллекта. Камера может узнавать окружающую обстановку и объекты вроде пищи, растений, градусных пейзажей, животных и так далее. Меняя по них, конечно же, настройки. Качество изображения на задних камерах впечатляет, и этот аппарат подойдёт для тех, кто снимает часто. Снимки получаются чёткие, с аккуратными цветами и хорошим контрастом. Динамический диапазон обеспечивает отличное отображение теней и ярких участков на снимках с высоким контрастом. Honor Magic 2 вышел на Android 9.0 с оболочкой Magic UI 2.0. По существу эта версия Huawei ему и с другим названием. Знакомые с оболочками Huawei почувствуют себя в привычном окружении. Если же вы предпочитаете чистую версию Android, система может не понравиться из-за немножко мультяшного внешнего вида. А также здесь предлагается виртуальный ассистент под названием YoYo. Он работает на основе машинного обучения и должен предугодовать желания пользователей. К сожалению, поддерживается исключительно китайский язык. Поскольку аппарат продаётся только в Китае, здесь предустановлено множество китайских приложений. Если он поступит в продажу в других странах, там их наверняка не будет. Если же вы купите аппарат в Китае, то придётся с ними разбираться. Ну и в заключении хочется сказать, что Magic 2 стоит дешевле по сравнению с другими флагманами. Актуальные цены можете посмотреть по ссылкам в описании, но с учётом мощи и необычного дизайна, Magic 2 может стать отличной покупкой. Экран без выреза, 6 камер, слайдер позволит вам выделиться из толпы. И надеюсь, что всё-таки аппарат скоро поступит в официальную продажу в России. Ну а с вами был Артём, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чем больше лайков, тем больше обзоров. Пишите комментарии, добавляйте друзья вконтакте, подписывайтесь на инстаграм, вы всё знаете. Все актуальные ссылки в описании. Всем удачи, всем пока, до скорого как-нибудь, увидимся.